МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Земский доктор и врачи, нужные Ямалу". С начала года коллектив городской больницы пополнили 20 специалистов. Имущественный, транспортный и земельный. Налоги на имущество необходимо уплатить не позднее 1 декабря. Родные города. Стартовал новый сезон грантового конкурса компании «Газпромнефть». Собственники движимого и недвижимого имущества начали получать уведомления на уплату имущественных налогов за прошлый год. Выполнить налоговые обязательства нужно успеть до 1 декабря. С единым налоговым счетом сделать это стало намного проще. С 2023 года изменился порядок уплаты налогов. Теперь у всех налогоплательщиков появился единый налоговый счет. Проще говоря, это виртуальный кошелек, на который вносятся средства, а налоговики сами распределят деньги по текущим счетам. То есть, если раньше большинство налогов приходилось оплачивать по отдельным реквизитам, то теперь достаточно перечислить деньги единым платежом. «При распределении будет соблюдена очередность зачета по платежам. В первую очередь будет зачтена недоимка, начиная с недоимки с ранней даты возникновения и заканчивая позней. Далее будут платежи по налогам, по которым уже обязанность возникла по уплате. Далее задолженность по пеням, задолженность по процентам и задолженность по штрафам». Платеж может быть равен сумме долга или больше нее. Если после расчетов с государством на едином налоговом счете останутся деньги, их можно вернуть, например, через личный кабинет на сайте налоговой, или оставить счет последующих платежей. А что делать, если суммы не хватило? «Если суммы платежа не хватит для покрытия нескольких налогов с одной даты погашения, то единый налоговый платеж будет зачтен по каждому, но пропорциональному остатку долга. Такое же правило действует в случае, если недостаточно суммы платежа по пеням нескольких налогов, по штрафам и процентам». Те, у кого есть личный кабинет налогоплательщика, уже получили налоговые уведомления в электронном виде. Остальным гражданам их отправят по почте. «Также с 1 июля 2023 года через портал единогосударственных услуг можно также получить уведомление на оплату налогов. Для этого необходимо подать через госуслуги заявление в налоговый орган для того, чтобы получать все документы электронно именно на портал госуслуг». Оплатить налоги можно любым удобным для вас способом. В личном кабинете налогоплательщика, через отделение банков и их терминалы или по почте. Главное – сделать это не позднее 1 декабря. «Если не заплатить налог в установленный срок, то со 2 декабря будет начислена пеня, которая равна 1,3 ставке Центрального банка за каждый день просрочки». Самостоятельно разобраться в уведомлении поможет промо-страница на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Также необходимую информацию можно получить в контакт-центре ФНС России по телефону 8 800 222 22 22. Татьяна Бойко, Антон Иванов, Новости Муравленко. С начала года коллектив городской больницы пополнили 20 врачей. 13 из них трудоустроились в амбулаторно-поликлиническую службу. Ещё 7 – в стационар. Только в сентябре к работе приступили 4 новых специалиста. «У вас будет девочка». Светлана Солодовникова – опытный акушер-гинеколог и по совместительству врач УЗИ в женской консультации. Приехала в Муравленко из Алтайского края. Там она окончила медицинский госуниверситет. 17 лет работала в Центральной районной больнице. «Прокатилась волна по нашим регионам модернизации здравоохранения. Я попала под сокращение. Стал вопрос, куда двигаться дальше. Мысли были давно. Северная романтика давно меня привлекала». Изучая районы Крайнего Севера, говорит Светлана, учитывала транспортную доступность, возможности для развития детей и профессионального роста. Изначально выбор пал на Ханты-Мансийский округ. Но спустя год семья переехала в Муравленко. «Муравленко меня поразило тем, что это маленький, компактный, очень красивый городок с очень активной позицией, динамически развивающейся, очень красивая инфраструктура». Понравился город и семейной паре врачей Владимиру и Виктории Котелюк. Оба выросли на Ямале, имеют большой опыт работы в медицине и уже ведут прием горожан. «Все в пешедоступности, школы, садики тоже без проблем. Приехали, детей тоже устроили, все сразу в школу и в садик. В принципе, все нравится». «И сами устроились быстро». Владимир – инфекционист. Окончил Тюменскую медакадемию. Начинал свою трудовую деятельность в инфекционном отделении Нового Оренгоя. После трудился в областном спеццентре Тюмени. «Всегда хотелось помогать людям, где-то в чем-то помочь, спасти. Подход к каждому, конечно, индивидуальный. Где-то приходится по несколько раз встречаться, где-то долго беседовать, где-то с родственниками совместно беседовать, чтобы, скажем так, увеличить приверженность к лечению, к наблюдению, к выполнению именно тех требований врачебных, которые ему действительно полагаются». Виктория – врач-стоматолог. После окончания Омской медакадемии работала несколько лет в Новом Оренгое, затем в областной столице. В Муравленко ведет терапевтический прием пациентов в стоматологической поликлинике. «Я довольна, что освоила эту профессию, что стала стоматологом. Мне нравится работать в этой сфере. Приходит с болью в основном большая часть. И уже когда видишь свой результат работы, как-то вот становится так приятно, что вот человеку сделал красиво, не больно и функционально». С начала этого года в Муравленковской городской больнице к работе приступили 20 врачей. Один из них получил выплату по программе «Земский доктор». Четверо – врачи, нужные Ямалу. «Мы активно сотрудничаем с Центром занятости населения Янау, который находится в городе Муравленко. Вакансии размещены на портале «Работа в России», на официальном сайте городской больницы, на сайте Департамента здравоохранения Янау. Также ежегодно заключаются договора о целевом обучении с выпускниками многопрофильного лицея, которые обучаются по программе специалитета «Педиатрия» и «Лечебное дело». Наталья Матюшкина, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. 18 сентября стартовал новый сезон грантового конкурса «Родные города» компании «Газпромнефть». Стать социальным проектировщиком может любой желающий. Заявку нужно успеть подать до конца октября. С компанией «Газпромнефть» реализовать социальный проект намного проще, чем кажется. Главное – сделать первый шаг. Для инициативных муравленковцев, у которых есть идея, но пока нет четкого понимания, как ее сделать привлекательнее, или, к примеру, как правильно подать заявку, провели обучающий семинар. Сегодня расскажем о нововведениях в нашем конкурсе, о некоторых изменениях, о том, что у нас изменился бюджет, но секрет узнают только участники сегодняшнего обучения. О новых направлениях, конечно же, о том, на что стоит обратить внимание, чтобы именно ваша идея была поддержана. На обучение пришли более 40 человек. Карина Мартыненко в их числе. Молодой специалист работает в Центре интеллектуального развития детей и молодежи. Надеется, что ее проект найдет поддержку и будет успешно реализован. Мой проект будет называться «Экокод», я его расписала, но он отличается, вот есть же для заполнения заявки паспорт проекта. Он отличается от требований, которые вот в этом конкурсе родные города. Мне интересно, как же дополнить, чтобы оно получилось более такое обширное и интересное. Мне понравилось и мне вот завлекло то, что кураторы здесь с самого начала, с самого конца будут поддерживать и говорить, как это сделать лучше. В грантовом конкурсе шесть ключевых направлений. Приоритетное – создание комфортной среды для жизни, образования, спорт, культура и экология. Подать заявку проще простого. Для этого надо зайти на сайт родныегорода.ру, зарегистрироваться, выбрать физическое или юридическое лицо и приступить к заполнению заявок. На каждом этапе заполнения заявки вы сможете увидеть подсказку, которая, собственно, и поможет вам заполнить тот или иной пул. В этом году для тех, кто успеет подать заявку до 6 октября, есть уникальная возможность получить экспресс-оценку от профессиональных проектных экспертов, которые в том числе помогут доработать ваш проект до более совершенного. За 10 лет реализации грантового конкурса на Ямале поддержано около 200 проектов. Все они успешно воплощены в жизнь. И что, наверное, самое главное, что эти проекты дальше продолжают жить. И уже по истечении какого-то времени реализуются полноценные программы, какие-то культурные массовые мероприятия, которые уже становятся традицией, проводятся в наших городах присутствия. Оксана Любанова в грантовом конкурсе участвует не в первый раз. Трижды ее идеи получали высшую оценку в конкурсном отборе. Ее социальные проекты направлены на семейный досуг. А воплотить их в жизнь помогает целая творческая команда. Но ничего бы не случилось, если бы не программа социальных инвестиций «Родные города». Оксана не собирается останавливаться на достигнутом. У нее еще много идей, и она уверена – все получится. А на самом деле для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно самое главное не бояться. То есть свои идеи прописывать, придумывать, продумывать, советоваться с коллегами, советоваться с друзьями. Ну и, конечно же, найти немного времени для того, чтобы грамотно оформить заявку. Система располагает к этому, то есть все прозрачно, понятно. Каждый, я думаю, вполне может разобраться самостоятельно. Если нет, то всегда на помощь приходят грантовые менеджеры. Заявки на участие в конкурсе нужно успеть подать до 31 октября. Защита проекта состоится в январе, а уже в конце февраля станут известны имена победителей. Татьяна Бойко, Сергей Лукович, Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте muravlenko24.ru и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok